Друзья, приветствую! Илья из Челябинска прислал посылку с маслом Shell Helix Eco 540. Это такой бюджетник от Shell. Вот образцы, описание, масло, автомобиль, условия эксплуатации. Илья уже не первый раз присылает посылки. Много образцов было от него. Поэтому пишут, что это аналог HX8. Но, судя по стоимости, я думаю, что все-таки на ступенечку ниже должно масло стоять. Но, тем не менее. Так, значит, приступаем. Первым делом я обновлю спектрограмму на ранее созданной болванке. И покажу вам. Так. Вот измерение уже идет на записи экрана. Вы видите. Вот такая спектрограмма. Не видно, честно говоря, особо тут никаких ступенек. Более-менее все гладко. Сейчас я увеличу. Но, вот видите, да, какой-то есть такой. Мини-бугорок. Ну, непонятно, что это вообще, честно говоря. Слишком низкий уровень. Так, далее я подкорректирую значения, которые изменились при обновлении спектра. Выбираю данное масло. Выбираю пункты. Убираю, по которым мне не надо анализировать. Это разбавление биотопливом и пузырьки. Здесь лимиты. Вы можете увидеть. Здесь их можно поменять. Ну, и вот смотрите, что я намерил прибор. Уровень противоизносной присадки, видите, 46%. То есть, скорее всего, ее именно здесь и не положили за счет этого стоимость. Вот. Но на одном известном сайте написали, что здесь есть молибден. Возможно, что молибденом частично перекрыли данную функцию, скажем так. Так, далее. Гликоль я выставлю в нуле. Сажу тоже в нуле. Ну, и намерил прибор, посмотрите, кислотный. Значит, 1,7. Очень похоже. А щелочной намерил 9,4. Даже с учетом разницы в ГОСТах. Ну, прибор коррелирует по ГОСТу для отработки. То есть, максимально сюда можно добавить полторы единицы. Что я и сделаю на ранее упомянутом известном сайте. Измерения показали другой результат. 12,2. Но, в принципе, не так это далеко. И это в пределах погрешности ГОСТа. Скажем так. Даже для ЛАБы. Так, все. Значит, эталон создан. Смотрите, вот описание автомобиля. Это полу-13 года. 1,6 CFNA. 4 литра объем. Почти 188 тысяч километров пробег. Пробег на масло. 6687 километров. Использовалась с мая по август 2021 года. 80% езды в городе. И машина на пропанбутане. Это ГБО. Ну, значит, смотрите, что показывает у нас отработка. Так, 78% по противоизносным присадкам. Ну, отлично. Значит, нитрование желтенькое. Это нормально для автомобилей на газу. Это достаточно типичное явление. Здесь даже нельзя сказать, что это какая-то забогаченная смесь. Хотя, может и настройка, в принципе, оборудование. Вот. И начинает потихонечку срабатываться щелочное. На единицу поднялась кислотная. Есть немножко сажи. Гликоль. Ну, вот с гликолем. Не знаю. Может, это что-то какие-то соседние пики так себя показывают. Тем не менее. В общем-то, масло пока еще рабочее. Даже в нем запас есть. Некоторый. Между кислотным и щелочным. Но остальные показатели, в общем-то, тоже. И удивительно. Даже немного воды. Обычно в газовых побольше. Но хотя, может быть, это все-таки лето. И это повлияло. Летняя эксплуатация, в основном, получается. С мая по август. Сейчас я покажу вам сравнение вязкости свежевой отработки. Доливаю отработку. Отлично. Вязкость держится. Посмотрите. Практически неизменная. Масло отработало 6700 километров по городу. А вязкость стоит очень даже достойно. Да, кстати, Илья написал, что не доливал масло. Но, хотя, небольшой расход масла присутствует. Но это, возможно, с самого-самого, с конвейера. Да. Не забывайте ставить палец. Подписывайтесь, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ну и традиционно прогноз. Хоть здесь он рассчитан линейно. Но, тем не менее, на данном автомобиле, при данных условиях, масло могло бы выдержать 8300 километров. Ну, с учетом того, что я в прошлом видео показывал вам, как оно срабатывается. Скорее всего, эта цифра будет больше. То есть, я думаю, что 10000 не предел. Но надо отдать должное, конечно, тому, что газ более бережно относится к маслу. Но, вот, не так сильно его закисляет. Хотя, вот, по нитрованию есть изменения. Вот. Такие вот. Такой получился тест. Благодарю Илью за предоставленные образцы. Сегодня 31 декабря. Хочу поздравить всех зрителей, подписчиков. С Новым годом. Поступающим. Пожелать всем здоровья, удачи. Благополучия в Новом году. Всем вам, вашим родным, близким. Берегите себя, близких. Не болейте. Еще раз с наступающим. Увидимся в следующем году. Пока. Пока.